Президент Беларуси сегодня на видео открытое акционерное товариство «Гомсельмаш». Александр Лукашенко ознайомился с вытворчностью и встретился с коллективом. За ходом визита сошили наши корреспонденты. Борт номер один приземляется в Гомельском аэропорте. Откуда Александр Лукашенко накируется в открытое акционерное товариство «Гомсельмаш»? По словам президента, в этой поездке есть две меты. По-перше, благодарить коллективу за поддержку державы и действующей улады. И еще одна задача – проконтролювать выконание дорушения керавника державы об разгрузке складов. Тых, кто был на предприемстве ранее, убаченные зараз, саправды ураживая. Готовые комбайны, которые занимали значную часть территории, реализованные в Беларуси и за ее межами. Боль за то, и новая продукция отгружается партнером одразу после выхода со сборочного цеха. Старшиня Аблвыконка Магина Целовей каже, что такая ситуация зараз отзнашается на шмат яких предприемствах региона. Складские запасы у Пелняна скорочаются. Скорость булавового производства динамики, если смотреть, 1,468 млрд, сейчас мы на 2 млрд в месяц. И мы сократили запасы, на 245 млрд для нас мы видим. Хотя и есть проблемы сегодня с экспортом, но это отдельная тема, которую мы на сегодняшний день наращиваем. И смотрим, что нам выполнить эти показатели. Ну, проблема с экспортом, Гнай Михайлович, она и будет, она никуда не денется. Мир остановился. Нет потребления, тем более машиностроительной продукции. Мы потеряли, Александр Гурович, на экспорте нашего по Беларусьнефти только 4%, потому что мы загрузили свое предприятие. Это немаленькие 400 даже тысяч объем, которые мы на сегодняшний день продавали на экспортную продукцию. Хотя видим, что стратегия наша Беларусьнефти до 28-го года производит 2,5 млн тонн нефти. Мы сегодня 1,7 млн производим. Это по концу года будет. Поэтому у Ляхова есть стратегия развития. Что тышится непосредственно Гумсельмаша, то за 10 месяцев этого года темп росту объему вытворчасти перевысил 130% при 110 запланованных. Прыкладно такая же ситуация и с экспортом. Рост 120% при 101 плановым. Президент Пиракананы, такие выники достигнуты неуапошную шаргу, дякуючи повышению якости вырабляемой сельскохсподаршей техники. Как приклад, жадание не бывать гумельские комбайны сельгаз-предприемствами Российской Федерации. Есть свой завод Россельмаш, а не прочь купить наши комбайны. Почему? Потому что вы начали по качеству неплохо работать. Но это еще не предел, это не потолок. Держите качество. Будет качество, вот все говорят, производительность, производительность. Это правильно. Но я вам как бывший аграрий говорю, что с производительностью мы справимся. Но если не будет качества, не нужна ваша производительность никому. Поэтому каждый рабочий должен видеть то, что он производит. Качество. Должно быть качество. Очень здорово вы поработали по импортозамещению. Миллионы долларов ежегодно по импортозамещению. Вы здесь производите узлы, агрегаты. Вот мы смотрели редуктора, которые вы делаете. Слушайте, все были практически импортные. А сегодня вы все редуктора, которые ставите на свои машины и продаете за пределы Беларуси, вы делаете сами. Ну, можно много перечислять успешных ваших шагов, но, должен сказать, вы сделали хороший шаг вперед. Меня это убеждает в том, что деньги, которые государство в результате поддержки потратило на вас, не ушли в песок. Почасу встречи с коллективом президент особливо подкресливая. Дякуючи у тымлику работе машинобудовников, все лета в Беларуси собраны добрый урожай сбоживых – 9 млн 222 тыс. тонн. Гэтага хопить для захавания харчовой безпеки краины и повеличения экспортных поставок. Машинобудовничая галена для Беларуси увогули улику основных сфер экономики, а тому ее поддержка будет постоянной. Что такое машиностроение? Это мозги людей. Не будет машиностроения, студентов не будет, дети наши не будут учиться, технарей не будет. И вот я про Сергея говорю, нашего конструктора здесь, а про таких мы вообще забудем. Мы потеряем компетенции, как это у нас по отдельным направлениям произошло после распада Советского Союза. Поэтому машиностроение надо держать, надо цепляться за машиностроение, потому что это авторитет, это лицо нации. Особная размова об державной социальной политике и уприватности подрымцы шмодетных семью. По словах Александра Лукашенко, иншаха шляху просто не снуя. Не будя приросту населенства, не будя и самой Беларуси. Два человека и двое детей нет воспроизводства. Три – это уже на одного ребеночка в плюс. И если бы у нас семьи было в каждой семье по три человека, у нас бы был прирост. А четыре, пять – это вообще классно. Поэтому я был сторонник того, чтобы поддержать многодетных. И еще одна тема, которая сегодня хвалюет у всех – пандемия коронавирусу. Александр Лукашенко закликает не паниковать, а ля обовязково выконовать парады медиков. От захования социальной дистанции до ношения масок у громадских местах. Плюс треба позбегать месту, где находится шмат людей. Сегодня это одна из основных причин росту захворываемости у некоторых городах. Гродно уже на плата вышла, уже не добавляет. Где-то близко Брест. Но больше всего в Минске. Почему? Потому что мы каждое воскресенье тремся друг от друга на этих протестах. И это же люди болеют. И отсюда 500 миллионов долларов, которые я мог бы вложить часть сюда, мне приходится лишить людей. То-то купить, то это, то лекарства какие-то. А это дороговизна. Спрос большой, цены высокие. И куда денешься? Если мы сейчас начнем обычные больницы переводить на лечение ковидных от коронавируса, мы не сможем лечить по другим болезням. А есть же и другие болезни. И они страшнее, важнее, и их больше, чем этих болезней. Поэтому берегите себя. Это самое главное. Но я знаю, что вы люди крепкие. Слушайте, мы с вами не это пережили после Чернобыля. Я думаю, переживем и это. Счастья и успехов вам. Спасибо вам. После завершения визита работа на сборочном конвейеры одновляется. Сегодня у Гомсельмаша шмат заказов, которые необходимо выполнить. В связи с напруженным графиком, тут додатково примут на работу и ашекаля 200 человек. Однозначно, это позитив для трудового коллектива Гомсельмаш. Мы к этому готовились, мы этой встречи ждали. И самое важное, что президент дал оценку работе трудового коллектива. И очень важно, что есть позитивная тенденция в производстве, позитивная тенденция в работе команды, прежде всего, генерального директора его команды. Есть позитивная тенденция в качестве выпускаемой продукции Гомсельмаша. Это важно. Олег Сюров, Ульга Кыновалова, Валерия Хабанько, Телерадио компания «Гомсельмаш».